Доброго времени суток, дамы и господа. Многие люди любят фармить маунтов. Возможно, вы одни из них. Создаете персонажей с целью того, чтобы зафармить как можно быстрее какого-либо маунта, с целью того, чтобы сделать как можно больше попыток. Но на текущий момент всё можно сделать чуточку проще. Как мы знаем, четвёртый сезон принёс в игру массу изменений. И у нас имеются уникальные подземелья в формате Mythic+, с которых можно получить различных маунтов. Да, само собой, эти подземелья уже были в формате Mythic+, и ранее. Но пока была эта пауза, можно было посещать эти подземелья только раз в неделю. И таким образом фарм каких-то определённых маунтов просто-напросто замедлился. Теперь, имея под рукой Каражан, Мехагон, ну и до сих пор-то завеш, можно просто-напросто взять, сделать определённое количество попыток. Кому-то, конечно, придётся сделать их меньше, кому-то больше. И полутать то, что хочется. Речь идёт о трёх маунтах. И сейчас я их покажу вам. Первый маунт — это вечные поводья полночи. С целью того, чтобы на текущий момент быстренько заформить, мы можем проходить нижний Каражан. Да, конечно, на некоторых модификаторах это смертоносная комбинация идти в нижний Каражан, но нам же не обязательно идти в какой-нибудь пятнадцатый ключ или двадцатый. Можно просто-напросто пойти в ключик уровня сложности 2, и маунт тоже может выпасть. Почему бы и нет? Делая попытки во вторых ключах, можно пролутать этого маунта. Это замечательную коняшку. Мехагон — нижняя его часть. Свалка. Свалка очень лёгкая подземелье за счёт своих роботов, за счёт того, что у них большой урон, за счёт того, что мы там посту получаем. Да и в целом, свалка довольно-таки лёгкая подземелье. Последний босс может одарить нас маунтом под названием «Мехагонский миротворец». Танк. Как мы знаем, танки летают с обновления 9.2, поэтому почему бы его и не пролутать? Многим известный тайный рынок Тазавеш. С верхней части, с гамбита Салея, падает техноглайдер главы картеля. Летающий диск, на который у меня уже сделано 100 попыток. Возможно, придётся сделать ещё 100 с целью того, чтобы просто-напросто пролутать. Но хочется-хочется, конечно же, его получить само собой. Аналогично мы можем ходить как 15-ые ключи с целью того, чтобы заполнить икли лут. А если мы хотим просто-напросто релакснуть, то можно походить во вторые ключики. Почему бы и нет? Это быстро, это легко. Да ещё и доблести насыпят довольно-таки неплохо, если кому-то апается рейтинг в эпохальных плюс-подземельях. Так что фармите, если у вас нет каких-то маунтов и вам особо нечего делать в игре, и вы хотите пополнить свою коллекцию. Я считаю, самое время заняться маунт-фармом. Думайте, думайте, как правильно распределить своё время, в какие ключики ходить и какого маунта вам хочется. А может быть, вам хочется всех. А может, у вас уже все есть. Как говорится, кому-то везёт, а кому-то не очень. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!